Анжела Доронина будет участвовать в проекте «Нуклеокитс» уже шестой раз. В 2017 году девочка исполняла в нем главную роль. Для юной вокалистки это особенный проект. Несмотря на участие в «Голосе» и других крупных конкурсах и шоу, Анжела выделяет для себя «Нуклеокитс». Это безумно добрый проект. Там все дети между собой очень дружат. И даже после проекта мы все общаемся. И он очень многое дает. То есть, к примеру, если ты был певцом, то ты станешь еще и актером и танцором. Вместо живого кастинга отбор на «Нуклеокитс» в этом году проходил дистанционно. Участники отправили видеовизитку с записью танца, чтения, стихотворения и песни. Обычно «Нуклеокитс» — это репетиции с профессиональными педагогами на московской сцене, выступления перед публикой, гастроли по разным странам. В этом году проект впервые пройдет в онлайн-формате. Как это будет выглядеть, Анжела пока не знает. К репетициям исполнители приступят в июле. В этом году будет, скажем так, для всех детей непривычно, поскольку будет проходить дистанционно. И нам, на самом деле, самим интересно, каково это будет, и будет ли оставаться та же самая атмосфера, но безумно интересно попробовать. Пока что, на самом деле, нам ничего не говорят, поскольку работа начнется только с июля. Но все уже безумно ждут, и безумно интересно, как это все будет происходить. Всего в проекте в этом году примут участие 70 детей из городов в присутствии атомной отрасли. Помимо Анжелы в списке еще несколько исполнителей из Сарова. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей СРУ-24.